Здравствуйте! В эфире информационная программа «Республика». О главных новостях Чувашии прямо сейчас в студии Ольга Алексеева. Снова снимают с обочины. Почему новые законодательные инициативы вернули из прошлого бомбил? И может ли родная мать не знать имени сына? Задачку для первоклассников теперь будут решать прокуроры или сказка о том, как два плиточника отремонтировали 15 школ за месяц. Он приедет и задушит. В Чувашии начали экранизацию народной легенды. Почему хоррор оказался исключительно обаятельным, а в Голливуде забеспокоились о будущем кино? Тройка, семерка, срок. 32-летний депутат Вурнарского района вместе со своим знакомым открыл сеть подпольных казино в нескольких населенных пунктах Чувашии. Сегодня в них пришли оперативники. Поверьте следствие, два года завсегдатые нелегальных игорных заведений испытывали судьбу на прочность. Судьба оказалась непреклонной. В отличие от железных дверей без опознавательных знаков, вход сюда был только для своих. Чтобы пресечь противозаконную деятельность, силовики пришли по 16 адресам одновременно, в том числе домой к уже бывшему депутату. В шкафчиках владельца не дождались 680 тысяч рублей, почти сотни компьютеров и другой оргтехники. Игры закончились. Впереди уголовное дело. Проиграть в споре с законом теперь можно до 4 лет в колонии и 6 миллионов рублей. Решение за судом. Факты противоправной деятельности подозреваемых выявлены в результате оперативного взаимодействия следователей Следственного комитета России по Чувашской республике с сотрудниками МВД по Чувашии. В настоящее время продолжается проведение следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. В интернете и профессиональном сообществе активно обсуждают предложение обязать водителей такси проходить государственную регистрацию. По мнению перевозчиков, это ударит по всему рынку. Прежде всего, пострадают те, для кого извоз – единственный способ прокормить семью. В республике работают несколько федеральных агрегаторов такси, но все большую конкуренцию им составляют так называемые бомбилы. Наталья Мальчикова прокатилась по небольшому городу Канаж и поняла, может ли экономия денег компенсировать моральный вред от такой поездки. Илья Сгафуров вызвал такси, хотел быстро и с комфортом добраться до места. В итоге больше часа ждал, пока накажут водителя. Уехать не мог. Он свидетель хоть и административного, но преступления. Таксист был без обязательного путевого листа. Ему штраф 500 рублей. Пассажиру «Нервотрепка» даром. Ямирская область, вы не имеете права осуществлять здесь перевозки на территории города Канаша. А у вас путевого листа где? Я просто по дороге, там, по Яндексу дали уже, не оформлен. В поездках для вас что главное? Безопасно и комфортно. Самое главное. Водителя такси, который осуществлял перевозку пассажиров с разрешением, но без прохождения предрейсового медицинского и технического контроля. При себе у водителя отсутствовал путевой лист. В текущем году, в первом полугодии, нами пресечено 62 нарушения в сфере нелегальных перевозок пассажиров. Данные водители доставлялись в органы внутренних дел по территориальности. Чтобы избежать наказания, все начинают рассказывать сказки про племянниц, тетушек и других родственников. Подвозить таких пассажиров никто не запрещал. Только родные, как правило, не знают имен друг друга. Такие вот родственнички. Как зовут друзей, водитель так и не вспомнил. Пассажиры тем временем ему доверяют. Незаконных таксистов разве бывает? Я пристегнутый, вроде водитель трезвый, адекватный. Вызвали такси, как обычно? То есть вызвали такси. А вот мне водитель говорит, что он подвозит своих друзей. Друзей как зовут, не знает. Этому водителю выписали штраф за непристегнутый ремень. Перевозил семью, детей, количество двух детей в возрасте около трех лет. Но они были все пристегнуты к детскому удерживающему устройству. Валерий Дюкин 30 лет за рулем автобуса. Считает, что пассажиры сами виноваты, что выбирают нелегалов. Многие ездят на попутки. На общественном тракторе там мало ездят вообще. Частники останавливают на Жигули и все на этом сядут и уезжают. С утра все, медоследний, сервис механики, все нормально там. С таким водителем хоть до Тугаева, хоть до Чебоксара. Тем временем нелегальные перевозчики тоже не дремлют. Закидывают удочку. На какой машине поедем? На какой? На какой хотите. У вас какая машина? На СССР смогу поднять. Лимузин? Да, лимузин, пожалуйста. Он 8 будет стоить. Чтобы снизить аварийность на дороге и чтобы вывести нарушителей на чистую воду, в ход идут различные технические средства. Так, например, с помощью люфтомера специалисты проверяют техническую исправность рулевого механизма. Нарушений при эксплуатации у вас нету. Измерения все в норме. То, что вы следите за транспортным средством, это очень хорошо. Основная часть рулевые, там есть и тормоза. Совершенно верно. Поэтому следите в дальнейшем тоже так же, чтобы нарушений никаких не было у вас. И бывают и тоники используем, приборы боковых, стекла измеряем. И бинары также используем, скоростной режим тоже так же контролируем. И останал как тестер тоже бывает. Автолюбители, желающие скрыться за тенью тонированных стекол, тоже сегодня вышли из тени. Черная пленка мешает обзору. В темное время вообще глаз кали чревато неприятностями. Водители с этим хоть и не согласились, пленку содрали. В ходе таких рейдов инспекторы дорожного движения регулярно выявляют десятки нарушений. Кому-то спасают жизнь. Наталья Мальчикова, Николай Скворцов, Павел Лисицын. Город Канаш, Республика. Капитальный ремонт школы номер 3 в Козловке выбивается из графика. Директор уже нервничает, прокуратура начала проверку. Репортер Рифат Фадкулин выехал на место и постарался решить задачку для первоклассника. С одним неизвестным. Оказалось, без курса высшей математики не понять, как два плиточника за 30 дней могут отремонтировать 15 школ. Запах краски, шум дрелей и стук молотков. В школе номер 3 в Козловке вовсю кипит работа. Еще бы. Подрядчик отстает от графика на две недели. По его заверениям, верят с трудом. Причина отставания в том, что нехватка рабочих. Проблема невозможна найти работников. Сам подрядчик не может пока справиться с этой ситуацией. С нашей стороны мы уже ведем переговоры с подрядчиком. Мы пишем претензиозные письма. На объекте работают всего два плиточника. К ним никаких претензий. Директор школы признается, чтобы успеть в срок, нужны хотя бы две бригады. По три человека в каждой. Только вот где их взять, не знает никто. Понятно, что капремонт такими силами не сделать. Капитальный ремонт составляет полностью общая строительная работа, общая ремонтная работа по всему объекту. Это замена окон, дверей, линолеумов, санузлов, электрика. Замена плит и комплексная работа уже на фасадной части здания. Выяснилось, подрядчик набрал 15 объектов в разных районах республики и за ее пределами. Как ситуация складывается на них, можно только догадываться. В третьей школе Козловки с ужасом ждут 1 сентября. В прокуратуре начали, так сказать, классную работу. В конце поставят оценку. Такое положение дел нас не устраивает. В связи с этим нами, прокуратуре Козловского района, подрядчику объявлено предостережение. В случае, если подрядчикам не будет выполнена срок, предусмотренный муниципальным контрактом, к нему будут применены меры, вплоть до привлечения к административной ответственности. Удастся ли добиться выполнения подрядчикам своих обязательств, станет известно с первым звонком на урок, ровно через месяц и семь дней. В школе учатся около восьми сотен детей, из них половина в начальных классах. Возможно, первый раз в первый класс кому-то из них придется идти в свою детскую, поближе к компьютеру, на дистанционный урок. Рифат Факулин, Юрий Марков, Республика. Теплица, овощехранилище, специализированная лаборатория. Всего месяц остается до открытия первой в России агрошколы в деревне Кашмаши Маргаушского района. Новым технологиям в сельском хозяйстве будут учить детей, начиная с младших классов. Строительство самой школы вышло на финишную прямую. Идут внутренние отделочные работы. Ее техническое наполнение еще обсуждается. Как себя чувствуют кабачки из прошлого на грядке будущего? Первая умная, инновационная теплица. Если установим небольшую такую теплицу, у нас немножко земли есть для теплицы и для грядок. Но не столько, потому что площадь по строительству немножко убавилась. Задача ведь агрошколы не промышленное производство овощей и цветов, обеспечивать столовую. У нас задача как раз детям привить навыки работы на земле. И на земле используя современные технологии. И поэтому то, что вы сейчас как раз планируете, инновационная умная теплица – это хорошее решение. Это хорошее решение. Нам нравится, мы поддерживаем. А еще вечное овощехранилище, нанобочка для воды, микротрактор – целый урожай идей и предложений для образовательной программы. Не просто удержать в деревне, сделать село центром инноваций, а значит и интереса. Суть проблемы в том, что на сегодняшний день основная масса сельского населения покидает деревню. Мы хотим предложить своей концепции то, что и на селе можно зарабатывать, находить источники дохода и развиваться. И первоначальная позиция была, когда объявлено, что аграрная школа и так далее, сразу идет отторжение. Аграрная школа – это деревня, это, как говорится, тяжелый труд. Смысл такой – воспитать ребенка так, повторяю, что показать, что на селе нужно работать, можно работать и можно зарабатывать. Сегодня проект обсуждают в Министерстве образования региона. Принципиальное решение о создании суперсельской школы принято. Татьяна Трофимова, Игорь Зверев, Республика. Бесплатная труба до забора. В России начал работать новый закон, как его уже окрестили о золотой миле. Республика в числе 15 пилотных регионов и уже приступила к реализации программы до газификации в соответствии с поручением Владимира Путина. Обо всех тонкостях газовой программы, кому и как проведут газ, узнавала Наталья Мальчикова. Голубая мечта о голубом топливе. Путин сказал, и не мечта никакая вовсе, а газа все нет. Чтобы ускорить процесс, запустили даже социальный проект. С понедельника мы, с 26 июля, начинаем прием заявок на догазификацию населенных пунктов. Любой житель, имеющий у себя официально зарегистрированный земельный участок, имеющий у себя на этом земельном участке домовладение, официально зарегистрированный, вправе подать заявку на догазификацию. Чиновник говорит, чтобы газ был, самим надо быть трижды официальным в разных инстанциях, соблюсти десяток формальностей. Иначе даже газовая лампа не засветит. Хоть и платить теперь за это не надо. До забора желтую трубу дотянет рекоператор. Первым делом мы планируем понять объем работ, собрать заявки от заявителей, чтобы действительно понять, сколько же домовладений должно быть подключено. На сегодняшний момент прогнозные цифры это порядка 7 тысяч домовладений, которые должны быть подключены по данной программе догазификации. Размытой остается формулировка границы участка. Это забор дома или въезд в деревню. Факт в том, что по своей земле везти газ придется все равно за свой счет. Оборудование в самом доме тоже из личного кармана. Льготники могут рассчитывать на помощь, но этим занимается другое ведомство. То есть, если на сегодняшний день абонент вынужден заключать договор на технологическое присоединение, оплачивать плату, да, она льготная, на сегодняшний день она оставляет около 28 тысяч рублей, то эта плата, она обнуляется, то есть будет 0 рублей. Внутри границ земельного участка условия остаются прежние. То есть, абонент должен будет также за свой счет разработать проект, выполнить строитомонтажную работу, купить оборудование. На это потребуются средства заявителя. И к тому моменту, когда наш газопровод будет построен до границы земельного участка, у абонента возникнет обязательство завершить свои внутренние работы у себя на земельном участке. Специалисты отмечают, что ограничений по расстоянию от главной трубы до земельного участка заявителя нет. Объем расхода газа тоже не регламентирован, но только для личных нужд. Свечные заводики и прочий бизнес, пусть даже самый крошечный, в эту президентскую программу не попадает ни при каких условиях. Наталья Мальчикова, Андрей Шоклев, Республика. Меньше двух месяцев осталось до выборов в Государственную Думу. Партии уже сейчас представили свои программы развития страны на ближайшие пять лет. Единая Россия объявила сбор предложений в народную программу. Для этого создана интернет-площадка, где граждане смогут оставить свои пожелания. Какие законы нужны, а какие нет. В итоге будет написана народная программа, которой станет придерживаться партии на предстоящие пять лет. На портале уже больше 100 тысяч предложений. Все они станут основой законотворческой деятельности партийцев. Отдать свой голос за предложенные инициативы или предложить свои можно на сайте «Единой России». Нам нужно отвечать интересам жителей республики. Чувашская народная программа стала основой очень многих федеральных законодательных инициатив, потому что Чувашская республика является таким неким лакмусом для всей страны. То есть нам свойственны большинство проблем, которые свойственны всей стране. Кандидаты-одномандатники начали подавать документы на регистрацию на выборах в Госдому. Среди первых по Канажскому избирательному округу номер 37 подали представители КПРФ Александр Андреев и партии «Новые люди» Эльза Кузьмина. По Чебоксарскому одномандатному избирательному округу номер 38 член партии «Коммунисты России» Владимир Андреев. ЦИК Чуваший проверит порядок в движении и в течение 10 дней примет решение о регистрации либо об отказе в регистрации. А меня не позвали. Такую фразу от собственных детей то и дело приходится слышать самым заботливым родителям. Психологи утверждают, подобный опыт в детстве поможет самым негативным образом сказаться на будущем ребенка. Сегодня в Чебоксарах сказать «Я в команде мог каждый ребенок». Наш репортер Наталья Мальчикова хоть уже и вышла из подросткового возраста, с удовольствием присоединилась к уникальной акции. Казаки-разбойники, пятнашки, цепи кованые. Студент третьего курса Чебоксарского техникума Даниил Ягудин в силу возраста мог и не помнить игры советских детей, но решил сам научиться и научить ребят из соседнего двора. Я изначально хотел задействовать спорт среди детей, среди молодежи, чтобы их активность на летнее время переходила не в преступность, не в алкоголь, не в плохие какие-то привычки, а именно в ЗОЖ, именно в спорт. Ребята из соседнего двора рассказали своим соседям. В итоге узнал весь город. Идея потехи ради стала большим проектом. Серьезной поддержкой и обдуманной идеей. Внимание к проекту считают на высшем уровне. Мы поддерживаем спорт, детский спорт поддерживаем, за здоровый образ жизни. Я считаю, что это хорошее начинание и продолжение наших партийных дел, которые мы реализуем на территории Чувашской республики. Прогулки из бесцельного времяпровождения обрели и смысл. Модный и популярный здоровый образ жизни здесь не пропагандируют. Здесь живут физкультурой. Я думаю, что это замечательный проект. И он ценен тем, что, во-первых, формирует привычку к здоровому образу жизни у ребят самого разного возраста. В рамках проекта реализуются такие игровые спорты, как футбол, где без взаимодействия невозможно. Все игры командные. Только так проект может достичь цели. Здесь нет сильных и слабых. Тех, кто попадает по мячу или нет, здесь все в команде. Дух соперничества в день открытия Олимпиады в Токио. Только по олимпийскому принципу. Здесь соревнуются за интерес. И даже не догадываются, выигрывают на самом деле едва ли не главный приз в жизни. Умение не просто сказать, а быть в команде. Я победил в средней категории, в русском силомере. Ну, чем за компьютером гнить, конечно, лучше выйти на улицу, позаниматься на турниках, побегать, в футбол поиграть, в конце концов. Фору пацанам на турнике дадут и девчонки. Сколько раз я не считала, но так настроение хорошее. Резинка сама тем, можно сказать, поднимает, только потом руки очень сильно устают. Судя по реакции участников, проект вполне может выйти за границу Чувашии. Ведь вне зависимости от того, где живут мальчишки и девчонки, им обязательно надо понимать, сегодня их позвали в команду. Наталья Мальчикова, Сергей Емельянов, Республика. Конкурс «Управленческая команда» продолжает принимать заявки. Лидеров и будущих руководителей ждут до 24 июля включительно. Наш корреспондент Анна Центовская поговорила с финалисткой прошлого года и призналась, что и сама бы хотела попробовать свои силы в конкурсе. Жизнь Марии Гришиной изменилась в одно мгновение. На смену изобретениям и исследованиям пришли путешествия по миру и руководящая должность. Можно подумать по мгновению волшебной палочки. Изработник акванториума, директор агентства по развитию туризма Чувашия. На самом деле она сама для себя стала феей крестной. Кропотливый труд и жгучее желание. Подумала, ну почему бы не попробовать. Ну это вообще спонтанно было, я практически в последний день документы подавала. Спонтанные решения порой оказываются самыми верными. История Марии тому доказательство. Она блестяще пройдет тестирование, выйдет в финал и сохранит в душе надежду и веру. Все получится, а главное, все возможно. Конкурс управленческая команда, он в какой-то степени дал такой волшебный пинок, потому что ты видишь людей, тоже мотивированных, заряженных, идейных. И у каждого свой подход интересный. И это огромная возможность обменяться идеями, зарядиться вот этой энергетикой общей. В это сложно поверить, но раньше Мария была едва ли не серой мышкой, замкнутой и скованной. Однако лидерские задатки все равно пробили купол застенчивости. На конкурсе она завела новые знакомства. В современных реалиях это уже не просто люди с номерами телефонов, а ценный ресурс. И если надо, помогут. Здесь инициатива шла от руководства, то есть от первых лиц республики, от главы, от ключевых министров. И когда ты видишь, что твои идеи слушают, что их воспринимают, что как-то подталкивают, потом задают вопрос, а как, то есть что им не все равно, и вот эта заинтересованность, она очень мотивирует. Каждый из лидеров конкурса получает наставника, который будет помогать не только с реализацией идей, но и с развитием управленческих навыков. Если не двигаешься вперед, то двигаешься назад. Вот что стало новым жизненным принципом Марии. И ее движение вперед – обучение чему-то новому. Для меня огромным преимуществом была возможность получить сертификат на обучение, как вот главное, получается, поощрение для победителей. Это был денежный сертификат, который можно было направить абсолютно на оплату любых курсов. Не упустите такую возможность. Участвуйте в подобных конкурсах и развивайте себя, добавляет Мария. Последний день подачи заявок – 24 июля. Возможность запрыгнуть в последний вагон. Вагон поезда – сообщение настоящее, будущее. Анна Центовская, Георгий Кривошейн, Республика. Чудовищно красиво. В Чувашии полным ходом идут съемки фильма ужасов, хоррора «Вубар». Бесстрашная Неля Юрявичу смело шагнула за кулисы. Миф становится реальным. Миф принимает любую форму. Из чадии ада сегодня – длинноволосая брюнетка модельной внешности. У нас настолько интересно и для меня удивило, что интересно богатая вообще фактурная мифология с такими и персонажами, и с такими сюжетами, и с такими мировоззренническими вопросами мне хотелось это отобразить. Чубашский сюжет интересен, потому что «Вубар» он еще ведь луну укушает. То есть вот это уже весь убывающий луна – это «Вубар». Специально ходил, изучал различные локации, то есть по разным деревням. То есть я смотрел разные клубы. Клубы вот здесь вот сейчас, это название «Чебоксары» в Протокопехе мы нашли. Вот так вот здесь тоже будет одна из сцен это происходить в этой комнате. Алена с виду обычная девушка. Ее обаяние обманчиво, ведь в ней таится сущее зло, много веков нагоняющее ужас на людей. Она выходит на охоту, но не только за вашими сердцами, но и за жизнями. Это фильм о древних мистических силах, чувашских легенд. Я одна из этих сил. Есть что-то такое вот, ну, магическое, ну, вот, я верю, что в это магическое, но больше, наверное, я играю в злую силу, но больше в добрую. Что вот эта какая-то магия мне помогает. И здесь тоже поможет. Действительно странно. Давайте зайдем в ДК. Может быть, нам удастся что-нибудь выяснить. А я вам все покажу. На съемочной площадке всего лишь трое. И все они увлечены одной целью – сделать качественное кино. На вопрос, где же остальные герои короткометражки, режиссер отвечает шутя. Всех остальных она еще вчера съела. Так и живет. Заманила и съела. Взяла для себя образы из многих фильмов ужасов, которые я сама смотрела, где красивая девушка пристает в роли нечистой силы, которая с виду красивая и привлекает, и вызывает доверие. Но на самом деле внутри таится что-то страшное. И это было для меня таким прототипом. По образу она перевоплощается в очень красивую девушку, чтобы ей было легче своих жертв заманивать. Съемки продлятся до августа. А уже осенью зрители смогут увидеть премьеру фильма. Финал обещает быть непредсказуемым, как и сам Вобор. Это главные новости Чувашии к этому часу. О ваших новостях сообщайте нам по телефону редакции 8-926-21-5-21-21. Этот же номер во всех популярных мессенджерах. Берегите себя и своих близких. Хороших вам выходных. До свидания.